Итак, напоминание – это секретный ключ к обновлению ума. Итак, все, что вы видите в Библии, испокон веков, оно завязано только на одном методе – напоминание. Главная функция Святого Духа, Иисус говорит, Он напомнит вам все, что Я говорил. Ты можешь не молиться, даже не читать Библию, но вдруг нет-нет, тебе приходит мысль, что ты все-таки верующий. Это Дух Святой. И причем эта мысль, как правило, сопровождается каким-то эмоциональным действием, обличением. Итак, напоминание. Для этого, дорогие, слушайте внимательно. Это то, что сейчас должно просто реформировать все наше и служение, и жизнь каждого человека. Вообще надо слушать. Вот есть люди, которые все время что-то говорят, а надо слушать. Знаете, в фильме в одном про бокс, там была такая фраза, тренер говорит своему ученику, говорит, ты когда болтаешь, ты не слушаешь. Слушай меня. Поэтому слушай. Когда идешь в Божий дом, больше готов быть слушать. И поэтому, что было на протяжении, вот даже еще Иисус не пришел на землю, смотрите, Бог действовал какими методами. Вы здесь? Да. Он делал какие-то вещи, которые напоминали. Первое. Зачитывали закон, все время его читали, читали. Этот же метод был дан Иисусу Навину. Он говорит, пускай эта книга даже не отходит от глаз и от уст твоих. То есть нужно было читать, смотреть и говорить. Вещи, которые Бог хотел, чтобы человек наиболее запомнил, сопровождались еще действием. Он говорит, празднуйте это ежегодно. И когда вас спросят, что это за праздник, вы скажете, ну это и напоминается о событии. Это было событие. Вот это то, что мы сегодня будем делать. Вы здесь? Секрет успеха Иисуса Навина. Иисуса Навина, 1 глава, 8-9. Я не буду зачитывать, но там написано. Да не отходит сия книга от глаз и уст твоих. То есть он говорит, это успех, это секрет успеха, секрет благоразумных действий. Если ты будешь это делать, ты привыкнешь к своему разуму, и ты будешь поступать, написано, благоразумно. Вы здесь? Да. Что связано с этим в Новом Завете? В Римлянам, 1 главе, в 21 стихе. Я вам хочу показать. Можно его вывести? Римлянам 1, 21. Там записаны следующие слова. Большой стих, но я строчку возьму. Смотрите, здесь говорится о верующих людях. Но они, познав Бога, то есть познакомились с Ним, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Но, вот это то, что я сейчас хочу вам показать. А суетились. Кто знает, что такое суета? Как оно в современном варианте звучит? Суета. Забота и вероятность. Забота, понятно, это действие. Что такое вообще суета? Вот говорят, не вспоминай имя Бога в суе. Что это значит? Делать все смыслы. Лишь бы делать. Самое точное, вот видите, я вам скажу, запишите себе. Самое точное определение слова суета. Пустота. Не вспоминай имя Бога попусту. Чего ты его вспоминаешь просто так? То есть надо со смыслом вспоминать. Попусту. Осуетились. Это, опустошились. Думали о всякой ерунде и разум стал помойкой. Пустым местом. И что произошло? Омрачилось несмысленное сердце. Видите, даже подтверждение, я вам даю, пустота. Нет смысла. Это все началось с разума. Опустошение разума влечет мрак в сердце. И неважно, познал ты Бога или не познал. Не познавшие Бога, они не омрачаются. Они уже во мраке. И есть познавшие Бога. Написано, не возблагодарили, не осуетились. А почему они не благодарили? Потому что они думали о какой-то ерунде. Они не напоминали о себе. С их разумом не происходила работа. И сердце погрузилось во мрак. Несмотря на то, что они знали Бога. Вы видите это? Осуетились в умствованиях. Они умничали. Знаете, что такое умствование? Это умничать. А что вот так? А что не так? У них там вечно какой-то спор идет с Божьей истиной. Не надо молиться. Не надо приходить в воскресенье. Что мы собираемся здесь? Мы еще дойдем до этого. Бог установил эти вещи для того, чтобы напоминать людям. Это все, что я здесь делаю. Вот скажи прямо, что никогда до этого не слышал или не знал. Знал. Но сейчас я тебе говорю, ты вспоминаешь. И иногда бывает состояние, что как будто заново слышишь. Ух ты, точно. Откровение получил. Мы сейчас дойдем до этого. И здесь написано конкретно, что пустота в мозгах, она всегда повлечет мрак в сердце. И интересно то, что мы говорим, мы спасены по благодати. Но если ты не будешь об этом вспоминать, так как нужно вспоминать, ставить это на должный уровень своей умной голове, придет в сердце мрак. И здесь не написано, что они осуетились в глупости своей. Говорит, они в умствовании. Он в голове что-то такое думал, что казалось ему умным. Но Божий итог, говорит, ты болван. Здесь такого не написано. Там дальше такое написано, что болван по сравнению с этим еще хорошо. Там, говорит, они стали мужики с мужиками спать и так далее. Вот к чему приходят просто потому, что ты такое суетился. Кто с мужиками спать стал? Люди, которые, написано, познали его. Ты можешь быть благодатным человеком. Если ты не будешь обновлять свои мозги, ты вляпаешься в любой грех. Сто процентов. И когда ты слышишь, что какой-то человек, который собирал стадионы, вдруг, я извиняюсь, со своим помощником, он там переспал. Мужчина с мужчиной. Не слышали за такое? Не буду фамилию уже назвать. Или там он проституток стал снимать. Или еще что-то. Ты думаешь, как такое вообще возможно? Дух через него двигается. Ну и что? Он просто подумал. Вот это слово. Он просто подумал. Что-то подумал, что теперь ему уже не надо обновлять себя. И в сердце пришел мрак. Здесь же в римлянам первой главе есть слово, которое говорит так. Не заботились иметь Бога в разуме. Вы слышите? Не заботились иметь Бога в разуме. А вместо этого они умствовали. Занимались какой-то философией. А что надо, чтобы иметь Бога в разуме? Напоминать себе. Впускать его. Вы знаете, я на основании этих слов, я молюсь так. Я говорю, Господь, Ты есть в моем сердце. Но моя ответственность, чтобы Ты еще был в моем разуме. И если вот эти две вещи не соединятся, это катастрофа всей жизни. Знаете, проносить Бога в своем сердце всю свою жизнь и никогда ничего от Него не увидеть. Беда. Когда человек не получает от Бога, хотя и написано, что у него все есть, вот это с ним происходит. Это просто вопрос мозгов. Сделай так, чтобы твоей привычкой была жизнь чудотворная, в чудесах. Мы просто занимаемся много чем, но только не этим. В первом псалме, в первой притче там написано, что мудрость, она такая взывает и говорит, ну, вы не хотите рано утром у ворот со мной пообщаться. То есть опять о мозгах речь идет. Мудрость с разумом обитает. И говорит, ну, будет момент, когда вы будете как ошпаренные бегать и говорить, где эта мудрость, где она мне так нужна. И говорит, и я посмеюсь в вашей смерти за то, что вы это не искали. Речь не идет о том, что эти люди, они, знаешь, как Богу сердце не отдали. Я все время спрашиваю. Вы здесь? Я говорю, Богу надо твое сердце? Скажи мне. Усвоили, да? Не надо. Почему не надо? Потому что он дал тебе это сердце. Это то же самое, когда, знаешь, ну, ты принял внутрь себя что-то новое, а потом это Богу отдаешь. И такой пинг-пон их идет, да? Он тебе сердце, а ты ему сердце. Он говорит, я тебе сердце дал, а ты мне мозги свои отдай. По-моему, хороший обмен. Нормально? Не-не-не. Итак, какова бы ни была благодать, без обновления ума она тщетна будет. Ибо каков человек? Каков? Каковы его мысли? Правда? Хочу зачитать вам псалом. Я его на семинаре читал. Это 81-й псалом. Толкни кого-то рядом. Скажи, слушай сейчас, что есть силы просто. 81-й псалом. Сейчас я его буду зачитывать, и мы его чуть-чуть увидим в новом свете. Бог стал в сонме богов. Сонм это собрание. Среди богов произнес суд. Доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. И говорит, я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете как человеки и пойдете как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Много всего, я просто подчеркну несколько вещей. Бог стал в сонме богов. Кто эти боги? Кто эти боги? Люди? Интересно. И смотрите, он встал в собрание этих богов, там, значит, какое-то собрание, бог посреди них, и говорит, вы, башки, сколько вы еще судить будете неправедно? Ого, что за боги такие? Говорит, доколе вы будете оказывать лицеприятие нечестивым? Что такое лицеприятие нечестивым? Кто скажет, кто не был на семинаре? Я хочу, чтобы вы это запомнили. Каждый раз теперь, когда ты будешь это делать, ты будешь вспоминать, Дух Святой тебе это напомнит. Когда ты богу отказываешь, а своему жабе начальнику отказать не можешь. Вот это называется лицеприятие. Как это так? То есть более высокому, в руке которого твоя душа спасения, ты говоришь, нет, а начальник сказал, работаем без выходных, и ты говоришь, Да, мой господин. Понимаете? Точно так же и в церкви, как в Божьем установлении. Я сейчас не буду, знаете, чтобы никто не подумал, что я в свою пользу говорю. Ну, когда что-то надо в церкви, и что-то надо у тебя на работе, и ты соглашаешься там, а здесь нет, ты лицеприятен. Вот здесь написано, лицеприятие нечестивым, потому что мир лежит во зле. Мы знаем эту фразу, да? И когда ты там более усерден, когда ты там более такой угоден, тебе там, знаешь, вот это все, а здесь, типа, ну, это напоследок. Это лицеприятие. А ты же говоришь, что Бог самый главный. Так как же ты так делаешь? И он говорит, давайте суд бедному. Дальше он говорит про отношения, про служение. Он говорит, избавляйте бедного и нищего, исторгайте из руки нечестивого. Его из руки нечестивого. Это что говорится? За спасение людей. Амэн. Так что это за боги такие? Дальше, пятый стих, он говорит. Вы здесь? Я вас буду все время так дергать. Надеюсь? И вдруг он говорит этим богам. Послушайте, там боги какие-то ненормальные, да? И он говорит этим богам. Не знают. Посмотрел на выражение их лиц, когда он им все это говорил. И говорит, не знают. Не разумеют. Во тьме ходят. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. То, что мы в римлянам только что читали. Они боги, алло. Боги. Он им говорит, вы боги. Вот смотрите. В шестой стих. Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы. Кто эти боги? Еще раз скажите мне. Вы. Иисус, когда спорил с фарисеями, они говорят, ты богохульствуешь. А он говорит, я богохульствую. Говорит, разве не написано в законе вашем вы боги. Тому ли, кого отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь. И говорит, если не верите мне, верьте моим делам. И так Иисус сказал, кто эти боги. Он говорит, это люди, к которым направлено Божье Слово. Если ты в свою жизнь принимал Божье Слово, если тебе открылось, что это Божье Слово, если ты родился от Бога, он говорит, ты бог. Вы тут? Я знал, встречался с одним корейским пастором в 2010 году. И он говорит, меня на родине считают еретиком. Многие верующие. Знаете за что? Он говорит, я им всем говорю, что они боги. И говорю, я бог. Я выхожу, говорит, на сцену и говорю, я бог. И говорит, за это меня там ненавидят. Но каждый раз я подхожу к человеку и говорю, сын человека, это человек? Он говорит, человек. Сын бога, это кто? Бог. Говорит, ты Божье дитя? Да. Значит, сын бога, ты кто? И человек вдруг такой, бог? И говорит, вот за это меня считают еретиком. Но если ты Божье дитя, ты бог. Ты бог. Но здесь написано, я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы. И он сверху там упрекает и говорит, вы вообще ничего не понимаете, не разумеете, во тьме ходите. Иными словами, если бы я был на его месте, я бы сказал, головой не думайте. И поэтому в жизни одна тьма. И он даже говорит, все основания земли колеблются. Вы знаете, от чего катастрофы в мире происходят? Из-за того, что боги, мы с вами, во тьме ходим. От того, что грешники ходят во тьме, мир не колеблется. Он их понимает. Но когда они видят, что боги, рожденные от бога, люди ходят во тьме и в тупизме, вот от этого колеблется земля. Ничто за 2000 лет не поколебало мир больше, чем ненормальные религиозные люди с проклятым мозгом, головой. Они вдруг понимают, что надо куда-то бежать, воевать. У кого-то что-то отнимать, кого-то разрушать, что-то делать ненормально. Это же все верующие сделали. Вот эти вот. Вместо того, чтобы исторгать угнетенных, нищих, они что-то свое там делают. И бог уже стал среди них и говорит, короче, вы, без толочи, вы понимаете, что вы, говорит, хоть и боги, смотрите, седьмой стих, умрете как человеки. Я рожденный свыше верующий, умрешь как человек. Благодатью я спасен, умрешь как человек. Я сын Божий, умрешь как человек. И написано, и падете, как всякий из князей. А как князья падают? Я говорил на семинаре. Кто читал книгу «Идиот» Достоевского? Достоевского. Не многие. Вот сразу видно, почему мозги не работают. Ну ладно. Ай, ну пастор, мы зато Библию читали. Ну молодцы, хорошо. Ну ладно. Вот в этой книге, интересно, просто и подобная ей литература, вы можете посмотреть, что такое князь. Вот на Руси, вот князем могли назвать, это титул был, ты мог быть полностью бедным, вообще ничего не значащим человеком, но вдруг по какой-то причине, за какую-то заслугу, или может быть по наследству, тебе достался титул, князь. И вот этот князь, представь, он ходит в дранье иногда, но он князь. Вот был такой князь Мышкин, его называли идиотом, и про него книга. Знаешь, можно быть идиотом и князем. Он хороший человек был. Вот понимаете, что князь это титул, и он говорит, пойдете, как каждый из князей, мелькнешь там, знаешь, кем-то назвался, а толку с тебя никакого. Вы много видели, чтобы князья этого века какую-то пользу принесли людям? Таких людей боготворят. Если какой-нибудь там Франклин, или какой-нибудь Черчилль что-то здесь сделал, ну все, это легенда на поколение. Единица, а князей-то сколько? Мелькнул и нет тебя, просто назвался кем-то, пожил свое удовольствие и умер как собака. И он говорит, вот пойдете, как каждый из князей. Почему? Говорит, потому что не понимаешь, не разумеешься, не стремишься понять. Знаешь, вот когда я тебе говорю за благодать, все, что тебе надо понять, это принять эту волю Божью для себя. Она добрая. Ты ее не принимаешь, потому что где-то у тебя подсознательно осталось еще вот с грешного вот этого мира, такое понимание, что Бог тебя во что-то нехорошее втянет, в то, что тебе неприятно. Амин. Вот так оно и есть. Итак, он говорит, вы боги, но погибнете как человек, если будете вот это вот с мозгами не работать. Дальше я заканчиваю. Ну, вы знаете, я заканчиваю долго обычно. Но что делает напоминание? Что оно делает? Как понять, что разум твой от этих напоминаний уже обновился? Как понять? Я сегодня хочу просто сказать конкретно признаки того, что твой разум, в конкретный день, когда ты себе это напоминаешь. Ну, как я делаю? Я напоминаю себе каждое утро. Как? Через благодарение. Я говорю, Господь, благодарю Тебе, что я новое совершенно непорочное Божие творение. Мои мозги такие, о-о-о, ты загнул, загнул, загнул. Вот это ты сказал. Я такой, ну это же воля Божия для меня, это помещено внутрь меня. Если я сейчас начну не соглашаться, я буду противником Бога. Я когда-то сказал Богу, я не могу выходить служить, я сейчас не чувствую себя достойным. И вдруг как гром прямо этот голос он сказал. То есть мало того, что ты сделал недостойно, ты еще и служить отказываешься. А ну бегом. Так что делает напоминание? Признаки того, что ты себе напомнил по-настоящему. Можешь себе записать. Помышления духовные. Жизнь и мир. Когда ты себе напоминаешь что-то духовное, настоящее, чистое, всегда должен прийти мир. Он говорит, помышления духовные, жизнь и мир. Вот странно. Это не зависит от того, что ты там знаешь, ну само что-то произойдет. Это не от Бога зависит. Он говорит, начни сейчас думать. Говорит, о горнем помышляй. Как только ты действительно начинаешь помышлять о горнем, вот признак. Жизнь и мир. Ну мир понятно, а жизнь это же, я же живой вроде. Знаете, есть такое выражение. Дай жизнь. Давай что-то. Ну имеется в виду, что как минимум настроение какое-то нормальное должно. Или как жизнь. Да это разве жизнь? Знаете. Жизнь и мир. Мир это спокойствие, несмотря на обстоятельства. Жизнь это желание, эмоция, жизнь. О, класс, Бог со мной. Все. Вот это признак того, что ты напомнился по-настоящему. Петр, апостол, об этом говорит следующее. Вы тут? Скажи кому-то рядом. Петр говорил что-то об этом? А ну говори давай, быстро. Петр говорил об этом. И вот что Петр говорил. Он писал письмо верующим. Вы слышите? Писал письмо верующим. И говорил. Ну, примерно такое по тексту. Говорит. В принципе, ничего нового я вам не пишу, но напоминанием возбуждаю вас. Формула простая. Напоминание, если ты что-то себе приводишь на память, возбуждает тебя. Говорит. Я живу в этом страхе по сей день. Почему этот страх поднимается в тебе? Кто скажет? Позволяется. Потому что ты вспоминаешь об этом. Так оно само вспоминается. А ты не вспоминай. Вспоминай хорошее. Упорно вспоминай хорошее. Напоминанием возбуждай себя к Божьим вещам. И все. Это непросто. На самом деле, это вопрос привычки. Вы знаете, что управлять своими мыслями – это самое большое благословение для верующего. Вот смотри. Одна только фраза, если ты ее запомнишь. Какие твои мысли, такой и ты. Это не значит, знаете, это как печать осуждения. Вот такие у тебя мысли, вот такой и ты. Нет. Просто ты моментально становишься таким, какие твои мысли. Есть другие люди, которые берут себя напоминанием какого-то безумия. Тоже там тыц-тыц, знаешь, и сердце опять во мраке. А что делать, чтобы оно было во свете? Да просто вспомни, кто ты. А сегодня мы будем это делать. Когда будем принимать причастие. Ты вспомнишь, кто ты. Апостол Петр, он говорит, я напоминание возбуждаю вас. Он говорит, когда я напоминаю вам, кто такой Иисус. Видите, в 81-м салме Бог тоже это делает. Я же сказал, вы боги. А вы что делаете? Я напоминаю вам. Алло, вы боги. Вы все можете делать. У нас нет денег, чтобы нищих кормить. Вы боги. Вот если бы ты напоминал себе каждое утро об этом, уже давно бы нищих кормил. Амин. И он еще одну вещь говорит. Говорит, мало того, что я вас возбуждаю напоминанием. Он говорит, напоминанием возбуждаю чистый смысл. То есть основное, что надо помнить. И этим напоминанием, что Иисус сделал, я говорит, напоминаю чистый смысл. Вернись к истокам. С чего вообще началось все? Как принял, так и стой. Итак, напоминание возбуждает чистый смысл. Как это в практической жизни? Вдруг становится все понятно. А, бог, спасибо, класс. Точно. И на сердце легко. От песни веселой. Амин. Дальше что происходит? Как понять, что ты напомнил себе правильно? Исполнение духа. Мы уже чуть-чуть говорили. Какие мысли, такой и ты. Дух. Сейчас я вам скажу какие-то вещи. Их, ну, редко говорят. Для служителей это особенно важно. Знаете, вот такое есть. Помазание во мне, помазание на мне. Бог тебя помазал, размазал, замазал. Вот-то в чем смысл. Помазание помещается, как этот кусок мыла во внутрь человека. Помещается. Когда мы говорим, что Бог тебя помазал, и помазание на тебе, это не означает, что в этот момент времени Он излил. Это было в Ветхом Завете. С нами это было в день Пятидесятницы. Он излил. А как же тогда на мне? Оно выходит из тебя. И тогда получается, что оно на тебе. Как? Через правильные мысли. Он говорит, когда вот новозаветных верующих говорят, он исполнился духа и сказал. Все, это помазание вышло наружу, оно на нем, оно двинулось. Как его выпустить наружу изнутри? Мысли. Вот когда ты напоминаешь себе, я когда хожу по комнате, говорю там, Иисус, благодарю тебя за это, за это. И говорю, сам себе напоминаю, благодаря его, кто я. Я иногда чувствую, прямо как меня аж накрывает. Все хотят, чтобы это как-то с неба пришло. На самом деле это изнутри выходит. Вы слышите? Итак, я сказал, как понять, что ты себе напомнил? Жизнь и мир. Возбуждение духа. То есть, воспламенился. Чистый смысл становится ясно. Если тебе все еще не ясно, кто ты, что тебе сегодня делать, ты не напомнил себе и ум не обновил. Не обновил. И знаешь, что произойдет? Пойдешь делать ошибки. Падать, делать ошибки и все. Амин. Если хочешь, чтобы помазание действовало, ну, как было на тебе, не просто внутри. Знаешь, вот легко выйти и сказать, помазание есть, оно внутри меня. Ну, давай его сюда как-то. Поедим все вместе этого маслица. Вот чтобы оно выходило наружу, нужно создавать, знаете, как я говорю, такие трубы в голове. Привычки думать вот так. Что делал Петр? Петр, я показываю, как это работает. Он подошел к инвалиду, который сидел и говорит. Как, что он сказал? Золото и серебра нет. Дальше. Да и это есть, это говорит. А зачем он это вообще ему говорил? Вы знаете, что этот человек, он на тот момент, он на тот момент, вот этот человек, который сидел, он вообще был не в курсе, чего он это говорит. Что серебра и золота нет. Этот раз регистрирует мысль. А он ждал золото и серебра. Он регистрирует в голове мысль, ничего с них взять. Говорит, ну что имею, то тебе даю. Еще было секунда времени подумать до того, как он написан, взял его за руку и поднял. Он такой, я тут сижу ради денег, что ты мне пришел, да? Ну, там какие-то мысли были. Соответственно, когда Петр это говорил, он не для него это вообще говорил, он ничего ему этим сказать не мог. Он сказал это себе. И моментально помазание вышло. А знаете, что было? В день Пятидесятницы пришли иные языки. Они и занимались этим, исполнялись духом. Молились на языках и говорили. Иисус сказал, примите силу, примите силу. Говорит, значит все, я принял силу. Молится и говорит, я принял силу, сила есть, я ее имею, я могу это делать, я могу давать исцеление. И вот с такими буднями они проводили время. Вот с таким занятием. И когда дошел момент, вот поднять человека, он все, что сказал, он просто себе напомнил. Я имею, даю. Фу. И человек встал. Вот это напоминание. Знаете, что-то такое было? Это не такое напоминание, когда он за это думать забыл, и вдруг так. Я шумею. Не верится. Ну я шумею. Ну не встал, ну ладно, сиди. Он жил постоянно. Иисус сказал, примите силу, когда сойдет Дух Святой. Он молился на языках, все время говорил, я принял силу, я принял силу, я могу исцелять, я могу исцелять, я могу исцелять. Видит этого хромого и говорит, вот, это то самое, что я имею, то я даю. Фу. Итак, напоминание высвобождает силу. Вы слышите? Вот напоминание, это вообще смысл духовной жизни. Вот кто-то говорит, молитва. Молитва, это не ключ сам к обновлению разума. Молитва, это способ привести себя в бодрое положение и вспоминать. Ты когда на языках молишься, если ум остается без плода, благодать будет тщетна. Что тебе в этот момент надо думать? Тебе надо напоминать себе, тебе надо провозглашать, тебе надо все, что мы имеем в духовной жизни. Пение, даже танцы, игра на музыкальных инструментах. Это все надо только для того, чтобы напомнить тебе, что Бог великий, что Он внутри тебя, что тебе все возможно. Это смысл. Если ты думаешь, что ты поешь и Богу там приятно, ему это сто лет не надо. Как не надо? Не надо. У него там ангелы круче тебя поют. А кому это надо? Тебе. Так что я себе пою? Нет, поешь Богу. Но обновляешься ты. Да ладно. Ну написано. Исполняйтесь духом, поя, воспевая в сердцах ваших Господу. И мы говорим исполнение духом. Это когда твои мысли приходят. Он говорит, назидайте себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Так я пою и только себя назидаю. Ну в принципе да, молодец, что ты усвоил это. В этот момент ты начинаешь думать о великом Боге. Превозносить великого Бога. Твой ум обновляется интенсивно. И в этот момент слава Божия может приходить. Такие ощущения крутые. Дух высвобождается. Он не с неба изливается. Он изнутри нас выходит. И написано, что Бог живет среди словословий. Да? Это отдельная тема. И последнее. Причастие. Напоминание. Это ключ к жизни. Иисус говорил. Мы можем 300 раз спорить. Все сейчас слушайте меня внимательно. Не отвлекайтесь. Сейчас самое главное. Первое Коринфянам 11, 24, 25. Я вам сейчас покажу. Это просто бомба. Все думают. Ну мы вот это едим, пьем. Как это все понять вообще. Какое отношение мертвый Иисус имеет к этому хлебу. И здесь написано. Ну Павел рассказывает, как это было. Он говорит. Иисус, возблагодарив, преломил и сказал. Примите. Ешьте. Это тело мое за вас ломимое. И вдруг добавляет. Это творите в мое воспоминание. Возбуждается чистый смысл. Дальше он говорит. Так же и чашу. Так же. После вечера и сказалось. Я чашу есть. Новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить. Мое воспоминание. Люди драгоценные. Бог дал. Вот этот пророческий акт. Для того, чтобы человек вспоминая. Он даже сделал. Не просто говорит. А давайте вспомним, что Иисус для нас сделал. Давайте. Есть более действенный способ. Он говорит. Ешь. И вспоминай. Это тело мое. Оно зашло внутрь тебя. В другом месте он говорит. Если не будешь есть меня и пить моей крови, не будешь иметь жизни в себе. Значит мы вспоминаем. Когда я это делаю. Что надо вспоминать? Что жизнь сейчас внутри меня. Через вот эту смерть. Жизнь внутри меня. Это основа основ. Это столпы утверждения истины. Что происходит, когда ты это делаешь? Ты не просто принимаешь и там что-то там думаешь. Ты вспоминаешь. А что это значит? Это означает, что через вот эту смерть была произведена в тебе жизнь. И он дал такой действенный способ. Написано, что свидетельство Иисусова это дух пророчества. Свидетельство это то, что он сделал. Пророчество это то, что он сделает. Сейчас. Или сейчас, или в будущем. А что делает? Говорит. Когда ты вспоминаешь то, что он сделал, высвобождается сила Божия для свершения. И дальше он учит. Представьте, он говорит, если ты будешь делать это недостойно, можешь пострадать. Вы тут? А как можно это делать недостойно? Можно съесть и ничего не вспоминать. Вот он и говорит. 29 стих. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Не рассуждая. А теле Господне. Вы знаете, что это грех всей религии. Это не только причастие касается. Все, что ты делаешь, не рассуждая, влечет тьму. А во тьме все бывает. И там он говорит, и болеете, и умираете. Это все происходит по одной единственной причине. Ты что-то делаешь. Ты во что-то там веришь и что-то говоришь, но ты не рассуждаешь. Сейчас, когда ты будешь есть его тело, хочешь это делать достойно. Когда ты будешь пить его кровь, ты хочешь делать это достойно. Он даже дал специальный акт, вот этот вот, есть. Для того, чтобы ты прямо физически увидел, как это произошло. Как ты принял святого духа? Ты что-то говорил. Ты как съел. Ты в это время делал практически то же самое. Говорить это почти как жевать. Оно даже похоже. Говорит, я тебе разжевываю. Ты что, не понимаешь? Мы же сами так говорим. И ты говорил слова покаяния. Ты разжевал и принял. Оно сошло внутрь тебя. И он говорит, вот это то, что ты сейчас будешь делать. Производящая в тебе жизнь. Вот ты должен это вспоминать. Ты должен это рассудить. Если ты этого не делаешь, ты недостойно делаешь. И пустой разум погрузит тебя во мрак. В болезни и прочее. Ты не хочешь этого, правда? Ты же не хочешь этого. Он говорит, поэтому делай это достойно. Рассуждай об этом. Понимай это. И последнее, что скажу. Как не забывать? Вот мы говорим, ну хорошо. Напомнить это хорошо. А как не забывать? Нужно поступать так. Иакова первая глава, он говорит, что человек, который слушает и не делает, он порассуждал. Говорит, отошел и забыл. Каков он? Вот ты сейчас будешь вспоминать, каков ты? Ну прими решение уже что-то делать. Чтобы не забывать, каков ты? Иисус говорит, если не верите мне, что я говорю о себе, что я сын Божий, говорит, ну верьте делам хотя бы. А ты можешь так сказать? Я думаю, что каждому из нас надо себе задать. Ну хорошо, я дитя Божие. Так а что я делаю такого, что отличает меня от всех остальных людей? А что я делаю? Я заботюсь о своей семье. Все заботятся о своей семье. Я люблю детей. Все любят детей. Я приветствую тех, кто мне дорог. Все так делают. А что же я тогда делаю? Дела Божьи. Это внешнее доказательство того, что ты знаешь, кто ты. Ну как ты знаешь, как Иисус говорит, ну я вам докажу, что я от Бога. Я вам докажу, что я сын Божий. Я делаю такие же дела. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...